Приветствую вас, простите, пожалуйста, заранее, если мой ответ будет в чем-то совпадать с ответами моих коллег, потому что все ответы я не читал, вот, поэтому где-то могут быть, возможно, совпадительные, да, то есть может быть вы уже это что-то где-то слышали. Значит, смотрите, конечно, ваш текст, такой очень небольшой текст, можно интерпретировать по-разному, в том смысле, что есть несколько пониманий того, что вы написали, вот. Мне не очень понятно, почему вы считаете, что психолог должен, должен, ну, например, гадать, да, то есть почему психолог должен, вот, пытаться угадать, что вы хотели сказать, да, вот, своим текстом. Но, тем не менее, мне наиболее близок взгляд, согласно которому ваши слова означают, что у вас наблюдаются перепады настроения. То есть, есть такое состояние, когда вам кажется, что все плохо, все ужасно и, в общем, в общем, все идет только по-дальше. Вот, значит, подобное явление, подобное явление, как правило, возникает, когда человек обладает низким уровнем эмоционального интеллекта, вот, причем я хотел бы, чтобы вы поняли меня правильно сейчас. Низкий уровень эмоционального интеллекта, это не означает, что у вас низкий уровень интеллекта вообще. Вещи, 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 это совершенно разные, и будет их не нужно. То есть, как бы, они отвечают, отвечают за разные, за разные абсолютно. То есть, если классический интеллект отвечает за, ну, за понятность, что, да, вот, то эмоциональный интеллект отвечает за распознавание чувств, то есть именно вот, ну, именно распознание чувств происходит. Когда развит интеллект, эмоциональный интеллект, вот. И вот эти вот перепады настроения, которые у вас могут иметь место быть, они, эээ, связаны с тем, что у вас, ээээ, скачет настроение. Настроение у вас скачет, потому что вы не отслеживаете свои эмоции. Собственно, именно потому что вы не отслеживаете свои эмоции и не привыкли, не можете, эээ, боитесь их, эээ, выражать. Лично я думаю, что именно по этой причине вы, эээ, вот в прошлом своем вопросе, который я задавала, вы, эээ, категорически отказались, эээ, значит, писать текст, да, писать текст, эээ, посвящать нас в эээ, характер своей проблемы. И, в общем-то, эээ, сейчас поступили точно так же. То есть вы точно так же не хотите посвящать нас в характер своей проблеме, ну, которая есть у вас. Вот. Таким образом, эээ, необходимая работа с вашим эмоциональным интеллектом. И, эээ, здесь вам хорошо поможет книга, эээ, Федерико Пьерлза, эээ, практикум, эээ, по гистальтерапии. Эээ, в этой книге даны упражнения, которые помогут вам, эээ, поднять до необходимого уровня ваш эмоциональный интеллект. Вот, чтобы вы, эээ, хотя бы чувствовали себя, чувствовали своё тело, чувствовали, эээ, лучше, чем, ээээ, сейчас на данный момент, да, ощущения, чтобы у вас были. Вот, и чтобы можно было, эээ, уже вам, эээ, ну, ориентироваться на, эээ, эти самые переживания. То есть, эээ, мне кажется, что, эээ, ну, конечно, может быть, вам хочется поговорить, в таком случае, безусловно, если вам хочется поговорить, то, безусловно, нужно это сделать. Да, пообщаться, побеседовать, это, эээ, всегда, всегда лучше. Вот, но, эээ, поскольку, вы предпочитаете задать сладный вопрос, и вопрос такого немного странного характера, то я предлагаю вам, эээ, максимально, такой, вот, самостоятельный, эээ, способ, вот, который максимально может вам помочь, ну, то есть, ээээ, самому, да, вот, хотя бы, хотя бы немножечко, хотя бы немного, ээээ, справиться со своей проблемой, да, то есть, немного поработать с ней, вот. Ээээ, это то, что я хотел бы вам сказать. Перепад настроения, ээээ, вещь очень, неоднозначна. Стоит, считается, считается, что перепад настроения возможен тогда и только тогда. когда, эээ, у человека в детстве родители, ээээ, по одному и тому же аспекту, по одной и той же ситуации, по одной и той же, ну, по одному и тому же вопросу, вот. ээээ, вели себя по-разному, ээээ, что есть, ээээ, один день, например, один день, они ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ А в другой день за то же действие они его ругали. И вот эта вот растерянность субъекта, его растерянность, его непонимание ребенка, почему так, то есть как это вот стало возможным, что сегодня меня ругают, а вчера меня хвалили. Вот, хотя сделал я, в общем-то, то же самое. Вот. То есть, ну, я не делал всего-то нового, я делал все то же самое. Вот. Ребенок этого не понимает, ребенок этого не способен понять, и, соответственно, у него начинается то же приборное строение, потому что он думает, что, ну, только так он может как-то вот родителям, да, своим угодить. Вот. Ну, понятно, что здесь еще есть элемент выживания, да, это то есть, человек хочет, ребенок хочет выжить, вот. И, поскольку родители, вот, демонстрируют такую модель поведение, то и взорветный ребенок тоже, глядя на них, тоже, ну, придерживается именно такой модели. вот. То есть, тут, вот, нужно обязательно это учитывать. Ну, и, соответственно, работой в данном случае, работой, будет отслеживание тех элементов, которые являются триггерами запуска хорошего и плохого для вас. следующий важный момент, который я хотел бы пояснить вам, да, следующий очень важный момент, это момент такой, ага, то, что вы говорите про, про, про плохое и хорошее, да, свидетельствует о некой вашей недрелости, о некой вашей эмоциональной, к сожалению, недрелости. Вот. Это не очень приятно, я понимаю, это не очень приятно слышать, я понимаю, но, тем не менее, этот элемент есть. Почему этот элемент есть? Дело в том, что для взрослого человека, плохого и хорошего, нет ничего абсолютно страшного. Хорошего и плохого для человека нет. Это нужно понимать вам. Я надеюсь, что вы это понимаете. Ну, надеюсь, надеюсь, что вы отдаете себе вот этот отсчет. Вот. То есть, то есть, нужен анализ. Нужен взращивать в себе вот это вот, ну, взрослое начало, скажем так. Взрослое начало. Нужен в себе взращивать взрослое начало. Воспитывать его в себе. Чтобы не было такого, что у вас только все хорошо или только все плохо. Потому что хорошо и плохо, это оценка. По факту. Ну, по сути. Это оценка. Это субъективная оценка того, что происходит. Субъективная оценка, значит, всегда, ну, с высокой долей погрешности, с высокой долей ошибочности и так далее. Вот. Мне кажется, мне кажется, мне кажется, что вот, конечно, идеально было бы, если, если бы вы обратили бы именно на это свое внимание. Да? Ну, то есть, вот. Именно на данный факт. Вот. Так что, опять же, причина этого, причина того, почему так. Да, она достаточно проста, причина. Причина этого в том, что у вас нет, вот, понимания, какие чувства вы испытываете в данный, допустим, конкретный момент. Вот. Понимаете? так. Поэтому мне кажется, мне кажется, что такими могут быть направления работы, значит, ну, для вас в контексте психологической помощи. Может быть, есть что-то более глубокое, может быть, проблема вообще не в этом. Да. То есть, проблема может быть в чем-то действительно другом. но, пока мне видится так. Пока мне видится так. И я могу вам предложить именно такую помощь. Вот. Значит, на этом все. Извините, если ответ показался вам неполным. К сожалению, такой же неполный ваш вопрос. Да. То есть, ну, вы неполно его задали. Вот. И поскольку вы неполно задали свой вопрос, то, соответственно, и приходится вам отвечать из того, что есть. Вот. Хотя я, надо признаться честно, такие, ну, такие вопросы, сам не очень, не очень люблю. Вот. Если у вас остались дополнительные вопросы по моему ответу, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Пока! Продолжение следует...